Здорово! Оставь! Да! Тихо! Тихо! Хорошо! Дамик отойдет! Подобно фанатам большого футбола, тренер переживает за игру больше, чем сами игроки. Александр Яркин, известный в России нападающий. Свой опыт передает подрастающему поколению. Говорит, с детьми главное быть настоящим. С детьми долго не наиграешь. Если ты играть будешь как хорошего или плохого тренера, я такой, какой я есть. Я им всегда говорю, я вам в первую очередь друг. Когда они приходят, через мяч падают, отчество не могут выговорить, но у меня сложное. А когда проходит два года, и ты когда видишь какие-то результаты, или на игре что-то они такое сделают, отыграют игру, я даже в жизни, будучи футболистом, никогда не получал столько кайфа. По мнению экспертов, у каждого юного спортсмена есть путевка в большой спорт. Тренеры учат, родители поддерживают. Не хочу, не могу, то встать лень, то пойти лень, то расстроился, что не забил или там не получилось. Поддержка должна быть от родителя всегда. Каждый ребенок, который сюда ходит, у него в планах есть большой спорт, это само собой. Большой футбол долгое время в Барнауле ассоциировался исключительно с клубом «Динамо Барнаул», который появился в 1969 году. К 2020 клуб стал уже не столь популярен и успешен. Тот же «Темп» готов конкурировать с основной футбольной командой региона. Кто-то скажет, дайте больше средств, и ребята заиграют на должном уровне. Кстати, в последние годы на Алтае активно наращивают финансирование этого вида спорта, открывают и ремонтируют стадионы. Прорабатывают соглашение края с футбольной академией имени Яшина, но пока о кардинальных изменениях говорить рано, признают в Министерстве спорта. По футболу тоже скажу честно, хотелось бы большего. То есть то, что годами складывалось, нарабатывалось, это безусловно работает. Просто банальное увеличение финансирования, но не даст должного эффекта. Футбол – это очень большой вид спорта, поэтому есть история у нас с футболом, мини-футболом, пусть по отдельности, но нам надо выходить на какую-то стратегию. Например, частное государственного партнерства – это залог еще больших побед, считают в ведомстве. Алтайская школа футбола уже воспитала множество достойных чемпионов России и зарубежья. Саша Ерохин, Дюпин играет, Соболев тоже. Это большой пример для меня, как нужно делать. Конечно, я понимаю, что нужно много тренироваться для того, чтобы стать кем-то, но трудностей пока нет. По словам тренеров, из 60 малышей к выпуску останется 20 уверенных футболистов. Эксперты считают, из алтайских спортсменов можно собрать целую команду, где на каждую позицию найдется игрок уровня премьер-лиги. Тут в очередной раз можно похвалить школу Барнаульского «Динамо», которая воспитала огромное количество футболистов, которые постоянно на всероссийских турнирах занимают далеко не последние места по разным возрастам. Поэтому тут надо похвалить, все равно есть определенный знак качества. Сохранить и приумножить – такая задача стоит сейчас перед алтайским футболом. Специалисты прорабатывают эффективную систему подготовки игроков, чтобы стимулировать здоровую конкуренцию. А Влад собирается тренироваться еще больше и через 4 года попасть в основной состав «Локомотива». И, возможно, уже на него будут равняться юные футболисты. Никита Ромаков, Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком!